Баба Яга пришла уничтожать этих кукол-колдуна. Я вас приветствую, друзья, с вами Верос, и продолжаем играть за матерь-останки, да, нынешнюю Бабу Ягу. Ну а что касается... Ну так же, давайте косариков пока. Пока косариков, ничего тут менять не будем, ничего тут дополнять не стану. Смотрим только по технологии, что интересного у нас имеется. Он сам открывает ячейку для подготовки ледяного дата. Но на самом деле герой-то нам нужен. Вот ледяная дева, и как бы в помощь-то была. Вот билетную ляховую эту, ну... Ляху эту, конечно, мы, наверное, отсюда из армии бы убрали. Морозная армия была бы куда полезнее. В текущей ситуации, поэтому технологию можно было бы эту взять. Ну а с другой стороны, тут есть хорошие, интересные... Ммм... Плюшки. Дальность перемещения по карте кампании. Дальность вражеской армии. Чтоб мы догоняли их быстрее. Скорость армии, да. Мастера засады... Прям будут бомбически. Ну давайте, давайте. Дружелюбная чаща. Чаща должна нам помогать. Улучшения постройки мы не трогаем. Дипломатия вряд ли с кем-то склеится. Ну, кстати, камни из почек у гномов тут под боком можно было бы выковырять. Ну, хоть какие-то друзья нам нужны. Они-то слишком много пива по-любому пьют. У них там повышенный риск образования камней в почках. Ну, парадоксально, но это так, да? Казалось бы, наоборот должно быть, но нет. Так что, по-любому, для наших вот экспериментов с ведьмой их почки понадобятся. Они сам свой выбор сделали. Дополнительная ячейка для украшений в хижине ведьмы. Шанс получить магический предмет. Нужно ли мне это сейчас? Выздоровление я бы еще взял на самом-то деле. Хорошая штука. На скорость исполнения потери. Плюс бонусы. Просто у всех провинций. Поэтому выздоровление тут. И укисливо, ну, тоже, если так взглянуть. Мне кажется, даже изначально все-таки... Ммм... Ветка технологий интересная, но какая-то немножечко... Не та. Так, так, а что тут? Пустоши хаоса тебе не нравятся, да? Причем... Пустоши климат приемлемый, но вот... Потери она несет. Утилити. Отилити давай. Отилити, отилити. Стойность найма. Так, ну... Зачем тебе охотиться на людей? Ну, посмотрим. Может что-нибудь сейчас придумать. а мы направим твои фокусы куда надо лесник сопротивление физическому урону пусть мы тебя направим куда надо по-хорошему еще этих мясных пацанчиков надо бы будет шатнуть хотя с ними отношения даже говорят нам улучшаются на удивление по какому принципу они сейчас вдруг у нас начали улучшаться вот этого хорни не любят свинку хорни не любят ну ладно судя по всему именно эту свинку они не любят но мы как раз у граф там что-то тоже вырежем их помог кости широкие они не толстая не они пушистый и кости широкая я забыл вот эту штуку сделать давайте сразу проведем и ретрубацию и в дальнейшем хотя подружественные можно подожди камера высокая скорость максимально мы ставим камеру везде надо ставить обязательно здесь одинаковую иначе будут этот прыжок туда-сюда и не поможет ничем враждебный уже высокую ставим скорость и ней травы тоже высокую все погнали пока этого будет достаточно так пока этот фокус провернем таким образом здесь обидно мы не дотягиваемся не дотягиваем себя и лагерь как-то не помогает нам восполнять потери нормальном просто мизер восстанавливает эти земли будет сложно тогда удержать несмотря на то что они но вполне еще даже приемлемый климат оранжевый плюс минус сойдет она сойдет ну что сделаешь капризничать сейчас не будем сейчас не то время не то место сейчас надо собраться уничтожить жаль нельзя гномом предложить выселиться типа мы вам вот даем хату где-то допустим в горах я там могу захватить какие-то более интересные для них регионы и сказать вот окей смотри мы тебе даем такой домик столицу провинции даем ты будешь жить не тужить а ты нам отдавай те земли хотя для меня горы подходящие подходящий климат пустоши умеренный волшебный лес холодный для меня подходящий пустыня и океан только для нее так себе ну пустыне здесь рядышком нет океан да тоже там чё это будет считаться а кроме убежища ногтева что-то еще относятся к океану я не помню это должно еще сносить давай спирит сейчас его спирит оккупируем получаем волчьи сердца помощь и надо идти все-таки кайреса ломать сейчас мы вышли на соседство с кайресом у него конечно уже нет вот этой вот темы остановить всю армию он уже менее опасен вычеркнули перг который раньше не давал жить нормально всем хорошим соседям и тем самым из себя можно сказать обезопасили но у них враги есть вон гора еды вот они они может быть пока они там будут замесить друг друга мы успеем избавиться от кайреса выйдем на границу с катаем заключим торговый договор и будем жить пожевать и добра наживать да и даже никого в печку не придется записывать готовить как там пели я летала на метле и было на веселье конечно другой мотив но помещение было прикольно как рост в этой провинции обзор на карте компании чистота леса скверна в провинции скверна пригодится крылатки определение физическому урону это пригодится тоже сейчас предлагаю именно стрелков до усилить на армия в основном состоит из них на удивление ей не дали ну на им каких-нибудь простецких этих вот паучков хотя бы ветки основного здания ратуши мы не можем их нанимать мы за счет только отдельный плащины земляной тоже логично но одно другому не мешал хотя бы либо пауков либо летучих мышей можно было запихнуть вот сюда тогда бы я сейчас на самом деле от косариков полностью бы не играл как за типичный кислев фракцию а брал бы паучку ну это тоже вот помните встречи у нас был своеобразный отыгрыш всякими вот этими рядами зверятами древолюдами хотя в итоге конечно в итоге дрича была мега мощной тогда как минимум за счет этих бафнутых древолюдов и своей магии то есть несколько древолюдов и дрича разносили хаусню 1 2 3 там эти веточки проникли во все потаенные места архаона хоть он тогда и явился в нескольких количеств помните у меня задублировался архаон там бегало несколько их одновременно так оккупируйте разграбьте разорить или разрушите не менее чем следующее количество поселений котел силы почти опустел его чародейская энергия растрачена на постоянную защиту кислева практически она иссякла чтобы вновь заполнить котел магии потребуется собрать немало ингредиентов к счастью их полным полно в царствах врагов родины к и свойства управления стихийными ветрами для сопровождающих старых ведьм более но сила применяемых заклинаний увеличивается когда ведьма рядом и школа теней уже не то соглашусь школа теней уже не настолько мощно школа теней уже выглядит не так весело но все равно школа теней это школа теней только вот меня напрягает что он сюда армию затащил это плохо я вот как раз таки рассчитывал валари быстренько урвать и за счет этой быстрой победы над валари мы могли бы себя уверенно чувствовать но окей тогда что делаем тогда все же переключаемся на огра сейчас нельзя медлить сейчас каждый ход нужно уже двигаться какой-то конкретной цели сейчас мы двигаемся конкретной цели по уничтожению огров то есть зайдем к ним зайдем с ним поздороваться скажем аллоу холлоу если они откажут холлоу скажем а неправильный ответ а здрасте надо говорить и сразу им по морде сразу им по морде за такую неуважение бабе яке неправильный ответ этих отступников мы накажем за подобное они убегают огра города огров в большинстве случаев забирать все легко добавок ко всему сейчас ну пойдем ладно же на огров нам разведчик нужен кстати говоря ледяную ведьму одну вот можно подтянуть но технологию до изучи бабку ежку пока не потянем напев очищением период действия сглаза провинцию указанного поселения не будет расти никакая скверна 150 по 50 амулеты над дверью но амулеты над дверью очень полезная штука будет против все-таки дзинча давай отличие подготовки но дух эринграда нам по идее тут даже захватывать не придется мы просто потратим до духовную сущность и сможем изучать этих технологий то есть у нее привязки к за хотя может и у катарин за катарину при этом я все равно еще хочу пройти на самом деле может пройдем сюжетные кампании вот новых персонажей и если что начнем за катарину например бессмертных империях может даже на запись они на стриме чтобы больше времени уделять давай ладно резку по льду возьмем с твоими врагами мы не знакомы так что в любом случае нам надо брать город стены на удивление он тут имеет хотя по моему не должен ладно главное что никого не сливает новый талисман вы нашли новую вещицу чтобы создать заклятие а забедренная кость нам в помощь мрамор ну ладно попробуем выделить денежки вот сюда сейчас доход от усадеб первую очередь усадьбы тут денежки здесь пока пойдем через денежки валерия лесные создания но ей надо будет лесные создания бафать то есть побольше вот этих животин подтянем ей в идеале может даже армию создать из мастеров засад и вот этих вот животных паучков может так чисто для разнообразия город осколков и жену не трогай ну и пока на этой возводить не стал лишние копейки не станем не станем тратить что по дипломатии никто не хочет отношения с гномами улучшаются некоторые игры чуть начали к нам относиться лучше а с другой стороны уже подходит нургал но в теории в любом случае нам бы сейчас прорываться кислива потому что чисто стратегически стратегически если мы уничтожим кайроса если мы уничтожим потом его двуликого мерзавца и соответственно не кайрос не велич не будут давить катай катай сможет идти на юг и засоюзничать с ними самое то по страницам ездит самопровозглашенный пророк проповедующий безбожность этот богохульник убеждает наших граждан в том что великая ортодоксия это всего лишь политический образ создан для их усмирения само собой это ужаснейшая ложь но нужно что-то предпринять организовать несчастные случаи или ничего не делать фракция уничтожена кто-то их добил за меня свинок хорни минки свинки хорни тебя сколько провинции 4 но в горы полностью то залазить не хочется зарубки но у нас еще может замес пойти с этими зарубками безусловно неприятно пока сопротивление не встречаем конечно же столицу восстание возможно поэтому работаем то есть нам очень-очень выгодно сейчас зачистить пустоши музыка там будут появляться конечно черти по идее вторженцы эту же механику не поменяли должны были сохранить мы босс мы есть самый главный босс зелья стойкости число применения способности плюс один взяли стойкости сопровождаемый лорд скрытность но для лорда вот этот прикольная тема замедление расхода сил аура дисциплины скрытность для лесных тварей воплощения стихий тут даже тачанки медвежьи будут получать бонусы давай мать знает лучше а диски сглаз потом проверим потому что вроде бы должно тут что-то еще появится да да зелье плюс один но она не появилась в инвентаре я думаю сейчас она эта фишка будет работать если ты в инвентарь закидываешь у тебя плюс одно применение а тут похоже мясо не хватает до армии безопасов мясо несут не боевые потери но наши лучники хоть и уязвимы с одной стороны перед ограми такая толпа о граф может снести кислевитов но это если по факту бы игрок контролировал там пацаны но с другой стороны мы уже проходили эту тему и кислев показывал насколько он эффективно борется против этих здоровяков своими стрелками столицу надо взять но последний небесный замок скорее все опять же у нас будет без стен это здесь не еще пошла тема неплохая ну кайрос блин кайроса провинция нам нафиг не нужно может быть даже кота ее бы подарить то есть полностью эту провинцию захватить отдать катаю и не лезть а велич и подожди велич не тут же сейчас до велич то не тут чо я чо я тут по факту то нам только кайроса вынести в одну калитку вперед ногами и забыть можно реально провинцию господин но набили на из наших врагов желает перемены в отношениях то есть по большому счету нам его вынести сейчас надо обязательно ой он убежит он убегает они они там дерутся за кусок мяса технология исследована наймите персонажа прошедшую подготовку топоры защита численность дальность перемещения по карте компании хорошая штука берем на все это в совокупности нам очень сильно поможет ну плавучую гору сейчас защитить я не успею возможно и это поселение тратить денежку не стоит зирус сможет ли устоять пока также не ясно я мы не дотягиваемся это плохо мы не дотягиваемся команда это мы не дотягиваемся к сожалению я если бы на этом ударить и забрать поселение это был бы безусловно плюс сейчас кстати удобно и штука поселение против и может быть тогда и мир подписать с тобой он подкинет копеечку и мы сосредоточимся на кайросе просто иначе мы потеряем время во много времени потеряем я сюда давай оставим врага недобитым ну и watch а его тем более сейчас похоже и соживут уже я бы не успел конечно гарнизон в теории может затащить учитывая что эти армии будут разрознены но автобой я думаю сольет то есть лично оборонять можно внутри поселения если это действительно будет поселение там защиту организовать можно очень-очень удачно сегодня мы с тобой торгуем но ты слишком много хочешь честно говоря еще по ним с кайросом воевали но удивительно как она не воюет сейчас с кайросом но с другой стороны кайрос это у меня конфидиратил постоянно эти осколки которые стартовый противник выжил смотреть похоже искусственный телек не рискнул нападать любопытный ладно тогда в город проще зайти проще зайти в город движение эти делать влево-вправо-вправо-влево обглоданные кости постоянная способность слепота из глаз гнев масса миазмы призрака и призы стихи до здоровья менее 20 доступно соответственно реально на мышей надо будет кидать и все мыши даже вышки сейчас не могут уничтожать видели как долго они ковыряли вышки это это непростительно это не простительно еще и кугат объявляет нам войну похоже тут мы не грустили а мы уже знаем мужесть ах и вы да а мы в окружении врагов сейчас и самое печальное почему я не полезно кайроса тогда гномов уничтожил это то что я на самом деле рассчитывал то армия выйдет и захватит это поселение то есть если бы армия вышла захватил это поселение мы бы сейчас брали город уже а он тут сидит он объявил войну и просто сидит он подтягивает остальные фракции устный телег чтобы они из других сторон начали меня ко мне нравится твоя лодка м вообще красота и вообще не в сговоре а он еще одну армию приторабанил сюда и вот здесь как раз начинается же стима пламенный книга чей смысла сражаться в поле нет еще я бы сказал бы неплохо искусственный телек поход свой пар просто тут две две армии он подтянул так делать нельзя ладненько давай отойдем назад отходим назад отходим городу где если что мы можем у него пока ничего такого сильного в принципе в город если мы сядем размотаем армию кайроса легко вторая армия засветится тоже я думал нам нужно его уничтожить армия его даже поинтереснее стежит зангоры стрелков побольше вторая армия даже по опаснее он только сам кайрос представляет угрозу морю до поселения не должны разница с тобой лично что ли какое-то сражение было ли уже давайте ждать да ладно блин ты огромное количество потерь понес это плохо лично биться дальность перемещения по карте компании плюс 7 ну полезно полезно тогда на ускорение уходим именно столицу провинции где восстановление потерь будет у нас у конец поживее двигаться так я обучение оставила какая школа и не помню мне нравилось больше буря или льда метель ястреби миски буря с градом мощная штука пронизывающий ветер полезная вещь метель по моему попроще уже конечно я не так часто использовал хотя вихрь который на месте большой радиус взрыва без движения ястребы были тоже полезной штукой валючий имительный полет ленина тиска и скорость и пары верно а мудрость и льда я использовал точно помню сердце зимы бомбическая тема очень болючая поцелуй ледяной смертельный мороз против персонажей перемещение невозможно ледяной покров но боевых заклинаний по области скажем так у будри так то больше максимальный 1 всех ледяные клинки нет тут смертельный мороз только то что можно одиночку хорошо консать вот это мне нравится но в целом то продолжительность 20 секунд в идеале может практически полторы тысячи урона нанести да ну меньше ну скажем так тысячи урона нанесет за 20 секунд давайте мудрость бури все-таки возьмем я реже использовал герой ледяное дело антон выбор будет позже пока мы тебя дождемся уже либо мы кайроса уничтожим либо кайрос нас уничтожит а восстание может и помочь тут немножечко сейчас пугат с этой стороны подходят ну вот это придется наверно сразиться ладно давайте с пугатом сразимся здесь есть шанс нанести ему неплохие потери в идеале выбить элитных разносчиков и мух хотя наверное в идеале все таки выбить вот вот и вот отряд то есть даже разносчики не приоритетная цель а выбить мы можем армия должна быть сейчас разделена а если мы ее разделим то мы можем и властвовать и уничтожив их мы в целом можем даже рассчитывать на победу там только кугат проблема кавалерию бы не слить кавалерия в этой битве может зарешать очень сильно но мухи и на этом фланге вместе с обнимашкой ну и там будем сражаться по факту то что кугача не двигаются медленно медленно они двигаются чем мы должны будем нагло воспользоваться сейчас кавалерия главное не слиться ждем отлично они подходят они идут они идут так минус один отряд есть медлительность нургла и его разрозненность армии сейчас может нам помочь очень сильно разносчики зараза ваша цель разносчики зараза ваша цель да прольется на них дождь хотя давай ладно вот этого разносчика сначала разнесем хай гигант Поехали здесь, пацаны! Все хорошо, все хорошо Не нервничаем Разворачиваемся Нургликов там уже перебьют без вас Ну и такую разрозненную армию в принципе мы можем затащить При поддержке вышек и сейчас с маневренностью кавалерии Которая будет возвращать точки Это вполне реально Хотя, наверное, вас лучше развернуть вот сюда сейчас Дабы собаки вас не сожрали Ну, кугат агрится сейчас на кавалерию, ништяк В принципе, кугат один если останется, там он уже ничего не сделает Но то, что он попадает, это плохо Сейчас По жабам, по жабам Сосредоточить огонь по жабам Сосредоточить огонь по жабам Арморт Косарс Они умерли! Сосредоточить огонь по жабам Сосредоточить огонь по жабам Косарс На манте! Вольфток Кисловой Так, они все мчатся сюда Это хорошо Кугат сейчас пытается мои вышки расфигачить Это очень хорошо Кугат растратит все свои запасы Все свои снаряды Не стрелять На, по факту, сейчас не столь важные Вышки Развернулись Вы будете уже тратить снаряды на разносчиков Вот Чумы Для снаряды на кушает Вышки Преком Вышки Вольфток Вышки Вольфток Сосредоточить Вышки 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 кукат вас уже поманить решил ну ништяк ништяк пока пока держимся пока держимся используем натиск терпите 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 немного продержитесь у вас все получится пацаны шикарно шикарно отступить все у кого есть снаряды отходят вы еще пригодитесь он расстреливает вышку по прежнему ништяк но только блин в этот цветущий сад попадает снаряд конечно точка наша захватываем дальше давим на психологию и на вышке поближе к угату фишка в том что тут еще вот эти постройки ему также мешают атаковать нас ну сейчас кавалерия тут придет помочь я уже не надо в эту сторону мы прорвем значит будет замечательно да мы выиграем не поможет тебе ничего его вышки тем не менее он расстреливаю ничего тебя не поможет и мне понял кислев кислев знает толк в обороне и там своими ядовитыми снарядами ничего не сделаешь неприятно конечно мерзко подло но в принципе чё ждать от этих отбитых созданий для ну шансы говорят 50-50 правда он уже начинает гореть даже вышка не успеет достроиться он сгорел вот и все героическая победа в утиль господин чумотворец в утиль у него только собаки сбежали на остальное все являлось демонами так что сгорела на поле боя и хочу сказать я в принципе даже хотел бы верить в победу но наверное давал бы ему больше шансов тут во многом как повезет на что искусственный интеллект сейчас это гирится потому что на высоких уровнях сложности они уже хорошо выбирают противника они всеми силами пытаются тоже выстреливать конкретно одного лучника потом другой пытаются выбить этом артиллерию так далее там подобно понятно у меня сейчас ничего подобного не было ни артиллерии да у него и лучников не было но была артиллерия самоходная кугацкая самоходная артиллерия с которой тоже нужно считаться так восстание восстание я надеюсь нам сейчас чуть поможет возведите следующую постройку ледяной форпост враги родины как смертельные так и иные смертные скорее тут должно быть давно пытаются завладеть и враги ступившие на землю тундры очень скоро оказывается в ее ледяной ватки тем не менее безопасность населения никогда не может быть проигнорирована теперь по всей сильвании появляются сообщения об изродованных телах это серьезная угроза которая служит своевременным напоминанием нам о необходимости защищать нашу родину так окей матерь останки теории можно было бы попытаться кайроса поймать в засаду возле этого проезда да но опасно у него есть армия которая на ускорение может подойти есть я спалюсь и тогда тогда закончится все очень печально тут пока мы откуда-то отбились нам по-хорошему нужно вторая армия чтобы немножечко развить успех в противоборстве с кугатом но доход не позволит на данный момент такой манёвр однозначно не позволит так ну что я решил бурю брать бурю и берем так берем бурю а на этой ноте на сегодня все можно сказать закончили на том же городе с которого начали сегодня серию шло все неплохо но потом врагов разом стало много таков total war а на сегодня все до скорой встречи с вами был всем добра